Ноябрь уже не за горами, поэтому пора познакомиться с яркими премьерами среди российских сериалов, выход которых ожидает зрителей уже совсем-совсем скоро. Так что не забывайте поддерживать это видео лайком, сегодня только лучше. Значит так, чтобы я никогда никого из вас не видел. Трудные подростки, четвертый сезон. В ноябре площадка Море ТВ представит на суд зрителей четвертый по счету сезон молодежной драмы под названием Трудные подростки. Новый сезон подхватывает сюжет ровно там, где он остановился в конце предыдущего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. И конечно они продолжают регулярно попадать в различные неприятности, втягивая в них своего наставника. Однако приключения ребят становятся только опаснее. Стараясь спасти Ковалева, команда случайно поджигает стриптиз-клуб местного авторитета. И теперь долг должны отработать все. Так в подвале центра для трудных подростков сначала появляются вебкамщицы, а потом питон, который сыграет важную роль в жизни Платона. Драма «Замерзшая» от продюсерской компании «Среда» из семи эпизодов выйдет в свет в онлайн кинотеатре «Иви» в ноябре 2022 года. По сюжету данного сериала на засниженной трассе недалеко от северного городка Костомукши в промерзлом автомобиле полиция находит заледеневший троп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина. Ярость, овладевшая героем, ведет его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как невинные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице весьма странного паренька по имени Митя. Тем временем убийство все продолжается. Анонс, между прочим, звучит весьма интригующе, как по мне. А мы двигаемся дальше. Я знаю, что сейчас для всех нас не самое простое время, поэтому любые сбережения будут приятны. Все очень просто. Вы можете оформить карту тиньков и получить бесплатное обслуживание навсегда. Это экономия от 99 рублей в месяц. Еще доступ к повышенному кэшбэку 15% на 4 из 7 категорий каждый месяц. А по эксклюзивному предложению вы можете получить кэшбэк даже до 30%. Кстати, если регулярно платить одной картой, то на кэшбэке можно неплохо заработать. Хочу сказать я вам, каждый месяц лично я хожу в кафе, оплачиваю такси деньгами, которые вернулись кэшбэком. Если оформить карту по моей ссылке, вы получите бесплатное обслуживание навсегда. Для активации просто нужно потратить 300 рублей. Вам приятно и мне приятно. Ссылка в описании. А для любителей хоррор-тематики могу предложить премьеру долгожданного сериала «Пансион», релиз которого состоится 1 ноября на площадке Иви. Данный исторический детектив перенесет нас в 1905 год. В женский исправительный интернат на уединенном острове в Балтийском море. Туда ссылают на перевоспитание девиц благородного происхождения, ведущих себя недостойно. Главная героиня Полина под видом новой воспитанницы приезжает сюда, чтобы найти свою сестру, пропавшую при загадочных обстоятельствах. Расследование Полины осложняет не только конфликт с другими девушками и властной наставницей Захаровой, но и странная одержимость, которая сводит с ума одну ученицу за другой. Полине предстоит не только выяснить, что случилось с ее сестрой, но и самой не потерять рассудок и суметь выбраться из этого жуткого места. А вот площадка «Премьер» готовит для своих зрителей премьеру мистического детектива из 8 эпизодов с Павлом Прилучным в главной роли под названием «Сны». Релиз данного проекта ожидается 3 ноября. Ну а сама история расскажет нам о Жене Журавлевой. Она внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности ей снятся правительские сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции, капитан Макаров полагает, что это великий дар. Сама Евгения считает свою способность скорее проклятием. Так ли это? Журавлевой только предстоит разобраться, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что все в ее жизни не то, чем кажется. И еще одна весьма любопытная премьера ноября от платформы «Премьер» Это 16-серийная драмити с весьма интересным названием «On Life». Данный проект является продолжением сериала «Инсталайф» 2021 года. В продолжении драмити зрители вновь встретятся с героинями первого сезона. Подруги по-прежнему продолжают следить за жизнью друг друга в социальных сетях. Поставить фото красивой жизни и стараться выглядеть в сети лучше, чем у них на самом деле идут дела. Вот такой логике они следуют. Однако, если в первом сезоне вся жизнь девушек строилась вокруг притворства, то во втором сезоне они максимально проживают свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям. В новом сезоне героини примут участие в психологическом марафоне. Так что в их ленте произойдут некоторые изменения. Теперь в рамках марафона подруги постят истории о счастливом материнстве, семейной жизни, любви, хобби, дружбе, любимой работе, тяге к искусству, здоровом образе жизни. Но что же на самом деле будет происходить в их судьбах? Где настоящая жизнь, если каждую минуту приходится кадрировать ее в инстафото и придумывать хэштег? Ты откуда здесь, дочка? Я что, померла, что ли? Еще одна премьера, на этот раз от площадки Кинопоиск, продолжает нашу сегодняшнюю подборку. Речь о 16-серийном проекте под названием «Монастырь», релиз которого ожидается уже 19 ноября. Ну а в центре сюжета этой истории Мария. Она обаятельная тусовщица, которая живет за чужой счет. Однажды в Эмиратах девушка едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера. Вечеринка выходит из-под контроля. И теперь Марии грозит тюрьма. Ее преследуют весьма опасные люди, а счета оказываются заблокированными. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности. И девушка укрывается в стенах монастыря. Вот такие вот, надо сказать, весьма любопытные сериалы ожидают российских телезрителей в ближайший месяц. Но если подборка пришлась вам по душе, друзья, не забывайте поддерживать видео лайком, а канал Горинов, Мир Анонсов подпиской. Здесь мы говорим о российском кино. Берегите себя и огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok